Всем привет, я Иван. В комментариях просили видео про отскок, и поэтому сегодня мы его снимем. А перед тем, как мы начнем, обязательно поставь палец вверх, колокольчик, пиши в комментариях, какие еще хочешь ролики, расскажи друзьям-барабанщикам об этом полезном видео. Также ты всегда можешь улучшить свою технику игры, скорость рук и ног, а если надо, даже можешь их поставить, просто записавшись на несколько занятий. Все ссылочки в описании к ролику. Упражнение про отскок. Первое упражнение. Мы ставим руки треугольником, немецкий хват, бросаем палочку вниз, чтобы она несколько раз отскочила. То есть в этой позиции мы руку расслабляем, палочка сама вот так вот колеблется и отскакивает. Соответственно, нам нужно это делать как левой, так и правой рукой. Всегда представляем, что у нас здесь на конце палочки мячик и, ну, все в детстве играли с мячом, все понимают, что когда мячик стукается о поверхность, то он начинает отскакивать и так же себя ведет сейчас наконечник нашей палочки. Теперь попробуем двумя руками одновременно. По очереди. Если очень хорошо ловить отскок, то можно довести это до бас-ролла. Вот так вот. Первое упражнение нужно для того, чтобы вы научились чувствовать пальчиками своих рук и кистью отскок и смогли потом дальше доигрывать все вот эти отскоки. Их может быть один, два, три, четыре, пять и более. Соответственно, у вас будут получаться прикольные всякие дроби. И вы потом сможете таким образом научиться играть двойные и тройные удары. Сможете играть двойки по очереди, тройки по очереди и все это применять в своей игре. Сможете играть гоус-ноты, бас-ролл и многое-многое другое. Все 40 рудиментов вы можете научиться играть, если научитесь пользоваться отскоками. Отскок это незаменимая вещь для барабанщика. Тот барабанщик, который не разобрался с отскоками, будет страдать всю свою карьеру от разных разнообразных неприятностей, болезней. И в конечном итоге он все-таки пойдет к преподавателю и разберется. Либо окажется на больничной койке. Больше всего отскоки нужны для игры восьмых нот, шестнадцатых нот, триолей, еще всяких штук. Потому что, когда вы наносите одиночный удар, то, может быть, первое время вы сможете так долго играть. И у вас не будет никаких проблем, даже если отскока особо не будет. Но когда вы придете на концерт, вам надо будет играть несколько песен роковых, громких, где будут одиночные удары, и вы будете их вколачивать в малый барабан, то потом в какой-то момент, там наступит по-любому какой-то момент, где будет какая-то небольшая сбивка или еще и быстрая. И вот на этом моменте у вас все руки нафиг зажмутся, и будет очень неприятно. И вы потом начнете заниматься техникой, ну или хотя бы подумаете об этом. К сожалению, до сих пор остается очень много барабанщиков, которые не понимают, не чувствуют, не видят, в общем, своего вот этого косяка в технике. И они от этого страдают, потому что они пытаются сыграть сложные элементы музыкальные, какие-то быстрые сбивки, там, с какими-то акцентами прикольными. И у них первые несколько ударов могут получиться громкими, а все остальные удары будут проваливаться, потому что они не научились использовать скоки. Надо сразу уточнить, что отскоки можно использовать как пальцами, так и кистью, так и предплечем. И если вы не научились использовать отскоки предплечем, кистью, а научились только пальцами, то у вас тоже будут проблемы. Если вы играете холстовой техникой, то в невысоких темпах вы сможете еще выгребать только на пальцах. Но у нас, к сожалению, кроме пальцев еще есть кисть, пальцы крепятся к кисти, кисть крепится к запястью, запясть крепится еще там, дальше к руке. И, в общем, все это должно научиться ловить отскок. Потому что мы разные части руки используем при игре в разных скоростях. В принципе, до этого были ролики, где я про это немножко касательно рассказывал. Второе упражнение логически вытекает с первого. Здесь мы будем дооигрывать второй удар. У нас будет получаться двойка. Упражнение номер два. Мы замахиваемся палочкой, рняем ее. Она отскакивает, и мы добиваем второй удар. Это выглядит так. Для того, чтобы было легче, можете разбить это упражнение на две стадии. И отдельно поиграть первое, когда мы как бы наносим одиночный удар. И палочка просто отскакивает. А потом мы закрываем пальцы. Но когда мы закрываем пальцы, у нас получается вот такое движение. И здесь у нас есть кисть, и она тоже должна ходить. Если вы будете смотреть видео крутых барабальщиков, у которых будет казаться, что она не ходит, то это не значит, что она совсем ничего не делает. У нас все мышцы должны быть проработаны, и в медленных темпах она будет ходить. А почему, вы можете узнать из предыдущих роликов на моем канале. И, соответственно, когда мы играем, наносим этот удар, мы уже играем кистью. Потом у нас она отскочила. Мы чуть-чуть позволили палочке открыть пальцы. И потом закрываем пальцы. Но когда мы это делаем, нам нужно, чтобы палочка во второй раз тоже отскочила. Чтобы она отскочила, нам недостаточно просто закрыть пальцы. Нам нужно еще и поймать отскок кистью. Этот нюанс следует учитывать, как выглядит это упражнение. Чтобы отскок был хорошим, нам важно наносить достаточно громкий первый удар. Тогда все будет круто. Хочется сразу сказать, что, чтобы играть отскоки, нам придется использовать и вам, кто смотрит видео тоже, технику игры кистями, пальцами. Использовать нужные пальцы, разгибать, отгибать их. И рассказывать вот отдельно про каждый такой нюанс. Это геморренно. Потому что камера у меня греется и перестает работать. Поэтому вам не помешало бы ознакомиться с некоторыми предыдущими роликами, где уже это все обговаривалось. И с подробностями. Прям полноценных роликов про отдельно каждый хват и все такое не было. Был один общий обзорный, очень полезный. Где довольно доступно было объяснено, что где в каком темпе используется. И поэтому обязательно переходите по ссылочке и смотрите. А потом уже дальше занимайтесь. Тогда у вас не будет особых никаких проблем. Погнали дальше. Пока что мы остановились на том, что играется второе упражнение, которое состоит из двух стадий. Первая стадия это игра одиночного удара с кистью с замахом. Соответственно в конце у нас палочка, если пальцы расслаблены, сама отгибает пальцы. Не мы их специально вот так выкидываем, а она сама их отгибает и они расслабляются и за палочкой ходят. Не надо специально делать вот так. Палочка сама должна отгибать пальцы. Вам надо привыкнуть к тому, что ваши пальцы вовремя расслабляются. Короче, кто сидит и вот так пальцы выкидывает, время тратит зря. Потому что есть палочка, если вы вот так просто будете делать, то у вас пальцы привыкнут так делать и когда будет палочка давить на них, а когда палочка у нас отскакивает, то она вот этим кончиком давит на пальцы. И они, если привыкли вот к таким всяким движениям, то соответственно пальцы у нас отгибаются сами. Что для этого, то есть нужно? Нужно, чтобы вы поиграли по пэду вот такие штуки или поделали вот такие упражнения. Ну и в принципе поделали всякие разогревающие упражнения. И сделали растяжку. Но об этом всё было уже давно в одном очень крутом видео. Ссылочка будет где-то здесь. Обязательно пойдите и посмотрите. Ну в общем мы ещё раз вспомнили про эти упражнения и поехали дальше. Поехали дальше, играем по три удара. Первый удар сильный, палочка отскочила. Доигрываем ещё два удара. Второй удар у нас вот такой. Сейчас я разобью по стадям. Первый удар у нас наносится с акцентом. Палочка отскочила. Потом мы начинаем доигрывать второй удар. И на третьем ударе мы начинаем замахиваться для нового акцента. Если, соответственно, играть серии по три удара одной рукой, то будет выглядеть это таким образом, в медленном темпе. Если мы будем играть без пауз, тогда будет так. Как вы заметили, на высокой скорости я уже перешёл в пальцы, потому что там некогда делать вот такие движения. Также вы заметили, что у меня ходит вот так кисть. И она помогает мне делать расслабляющие движения. Таким образом, моя рука успевает отдыхать. А ещё, как бы, здесь, в любом случае, если нам нужен первый акцент, то кисть в этом немножко поможет. Стоит упомянуть, что, в принципе, здесь многое зависит от того, насколько хорошо вы разогреты, насколько хорошо вы поделали вот эти упражнения, насколько хорошо отгибаются пальцы и насколько хорошо вы делаете первый удар. Почему? Потому что от того, как сильно вы стукнете, будет зависеть то, сколько энергии останется на то, чтобы вы доигрывали эти отскоки. Можно сказать, что частично мы, типа, доигрываем немножко кистью, ещё что-то, но если посмотреть очень внимательно, то окажется, что мы что-то там, типа, доигрываем только потому, что палочка вначале хорошо отскочила. Если бы все барабанщики пытались что-то вот так доигрывать, особенно предплечьем и локсями, локсями без отскока начального, вот такого хорошего, тогда бы это выглядело вот так. По-инвалидски. И тогда бы через две песни они бы уже не смогли выступать. В принципе, то же самое можно сказать и про игру ногами, но об этом, возможно, будет, а возможно, и не будет другое видео. Если хотите, ставьте плюсик в комментариях. Мы научились играть одиночные удары с отскоком, двойные удары с отскоком и тройные удары с отскоком. Чтобы вам было интереснее практиковаться, можете использовать разные вариации, но самое главное, делайте громкий удар с акцентом первый. Тогда вам будет поначалу очень просто доигрывать все эти дополнительные микроудары. А также не забывайте, что в самом начале проще всего разбить это движение из нескольких стадий на составные части и играть их очень медленно, как будто вы взяли пленку и по кадрам все разбили. И каждый кадр отдельно по очереди проигрываете. Тогда у вас в голове все лучше запомнится, срастется, и потом будет проще играть. У Бориса Левшица было прикольное видео, и там была очень интересная составляющая. Этот барабанщик Дэниел Гласс, или Дэниел Гласс, как хотите, рассказывал о важности того, что делает ваша рука после удара, в этой паузе между ударами. И сейчас мы тоже об этом немножко поговорим. Все эти удары с отскоком по одному, два, три, четыре раза были уже в 2012 году в видео о барабанщиках Элл Хаммера. Теперь будет следующее упражнение от Дэниела Гласса. В этом упражнении мы будем стараться следить за своими руками, чтобы они успевали расслабляться после удара. Когда мы наносим удар, у нас после удара происходит отскок. И во время того, как палочка отскакивает, у нас должны раскрываться либо пальцы, если мы будем играть в быстрых темпах, либо у нас должна подниматься вместе с палочкой кисть и предплечье. Как и локтевых ударов, только они высоко. Это нужно для того, чтобы сохранить громкую атаку, если вы играете громкую музыку. Если вы играете какие-то быстрые штуки, фанковые, тогда лучше, чтобы у вас здесь двигалась только кисть, а на акцентах вы сможете сделать вот такое движение. Это движение будет выглядеть так. Но сперва нужно отработать все медленно. Сейчас мы включим метроном и будем просчитывать не только четверти, но и восьмые ноты. Потому что на и у нас будет палочка как раз отскакивать, и мы будем за ней здесь следить, чтобы она все это делала правильно, чтобы рука вместе с ней повторяла движение, повторяла вот эту траекторию. Мы должны сфокусироваться на восьмых, которые между четвертями стоят, и должны заставить свою руку расслабиться и летать за палочкой. В некотором смысле у нас здесь будет двигаться предплечье, как доводчик для двери. И предплечье будет немножко доигрывать, чтобы мы поднимали палочку повыше, чтобы у нас был побольше отскок. Это будет справедливо для определенных темпов, а потом, когда мы будем играть в быстрых темпах, у нас оно будет тоже нам помогать, хотя мы им особо не будем двигать. Это очень важно запомнить. Раз и навсегда. Зачем проигрываются все вот эти движения? Они проигрываются для того, чтобы все эти мышцы помогали вам, когда вы будете играть вроде как не применяя их, вроде бы как только кистями и только пальцами, но вы потом в любой момент начинаете их подмешивать и у вас сразу все расслабляется и становится комфортно играть и легко. Нигде ничего не зажимается, если вы все мышцы проработали. Так происходит не только в барабанах, а везде там и в танцах, и в спорте. Техника такая довольно общая, потому что у нас руки же мы не другие цепляем, и ноги. У нас все здесь мышцы идут от лопаток и соответственно нам еще и нужно сидеть не вот так, а вот так. Но про это было тоже отдельное видео, которое можно посмотреть. видео. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...